Это та вещь, которая изменит наш с вами мир, о чем мы сегодня и поговорим. Вот теги тех вопросов, на которые мы постараемся немножко вам ответить. Мы призвали в помощь Грефа, который в эту технологию вник, и он сказал, что эта идея такого же уровня, как интернет. И он говорит, что еще, я думаю, 5-10 лет, и он увидел гигантский сбег во всей экономике. Вот важно. Меня спрашивают, останется ли Сбербанк после того, как эта технология будет зрелой. Это очень большой вопрос. Какой из видов бизнеса вообще останется? Что такое блокчейн? Вопрос сложный, потому что даже в среде предпринимателей, блокчейн-предпринимателей, есть совершенно разные трактовки и определения. С этим определением, например, не согласен Ярослав Логинов. И он сейчас даст другое определение. Очень много вокруг слова блокчейн, того, чего блокчейном вообще не является. И надо очень сильно отличать то, что вам хотят повешать лапшу на уши, от того, что есть в действительности. И с этим мне приходится постоянно... Я как технический специалист, ну, честно говоря, мне это не очень нравится. И приходится постоянно объяснять. Есть распределенные базы данных. Они существуют уже десятки лет. Ничего нового. А сейчас базы данных продают под видом блокчейна. За большие деньги. Это бизнес. Ничего личного. И это называется хайпом. Это за счет хайпа, да, люди зарабатывают деньги. Вот очень важно отличать от того, где есть блокчейн, от того, где просто вам говорят о том, что он есть. Но там его нет. Но мне нравится твое определение блокчейна. Это выстроенная по определенным правилам цепочка из формируемых блоков транзакций. И что важно, с экономическим мотиватором обеспечения работы узлов. Значит, ключевым отличием базы данных, распределенной от блокчейна, является именно экономический мотиватор. То есть, когда говорят о том, что блокчейн без криптовалюты, это не блокчейн. Это надо понимать. Это просто вам пытаются продать базу данных, распределенную. Давай просто сделаем какие-то сравнения, чтобы было понятнее. Я люблю сравнение, потому что у меня есть интернет-издательство по изданию книг, я люблю сравнивать с книгой. Что такое блокчейн? Блокчейн – это книга, в которую записываются данные. То есть, это учетная книга записи. В чем еще аналогия книги и блокчейна? Невозможно незаметно вырвать книгу. Вы не можете, произвольным меромом, вырвать книгу и сказать, что встречи Балконского с Наташей не было. Потому что у всех есть оттираж этих книг, они подтверждят, что была встреча. Нельзя удалить данные блокчейни. Невозможно изменить существующий текст. В блокчейне нельзя подделать информацию. Содержание книги хранится во множестве экземпляров. Информация в сети хранится на множестве узлов. В чем преимущество блокчейна? Когда вы записали какие-то данные в блокчейне, они неизменяемы. Что бы ни было, эти записи никогда не будут изменены. Что это дает? Это дает доверие. То, чего вам не хватает в этой жизни. Легкость и аудита, и экономия. Если определить главные свойства блокчейна, то я бы определил их как то, что блокчейн устраняет недоверие между людьми и организациями. То есть, это новая парадигма. Если интернет создал новую парадигму информационную, то есть информационную революцию, то блокчейн делает новую парадигму отношений между людьми и организациями. Также блокчейн устраняет посредников, что важно для бизнеса. Устранение посредников, устранение затрат лишних. Например, у меня свой путь к пониманию блокчейна, и важную роль сыграла история. Надо было понимать, кто эти люди, кто создал эту технологию, и тогда становится более понятно. 31 октября 2008 года было обращение Сатоши Накамото в форуме криптографа. Кто такой Сатоши Накамото, мы поговорим о позже, но вот это форум криптографа, он стоял из двухсот человек. Это были чисто специфические люди, которые занимаются криптографией, экономикой, программированием. Много было криптоанархистов. И всего один раз, вот 31 октября, и пришло вот это сообщение, в котором, сейчас я вам покажу, как оно выглядит. Единственное, первая реакция была, можно сказать, никакой. Просто в этом сообщении, к которому был приложен эмморандум, или, вернее, его правильно называют белой книгой, было сказано, что я уже несколько лет работаю над созданием системы, проведение транзакций, проведение платежей без участия третьего лица, то есть без посредника. Если вдуматься в эти слова, это означает, что транзакции переводятся без участия банка. Как это можно себе представить? Мы не привыкли к такому, да? Чтобы перевести деньги, у всех есть счета в банках, вы даете команду, банк переводит. Здесь банк не нужен. Функции его нужны, но банк не нужен. В 2009 году Сатоши Накамото, который создал эту технологию, он создал первый блок. Ченезис-блок так называемый. И после этого довольно длительное время была переписка с различными техническими специалистами по поводу того, какая-то технология несовершенная, по поводу того, что эта технология надо менять, и она скомпилирована из разных технологий, уже известных, и так далее, и так далее. И никому не была, естественно, известно про русского круга лист. В 2010 году Ласмаха, человек известный тем, что он в свое время придумал майнить не через... Он придумал майнить через видеокарты. Это его главное было изобретение, и он намайнил очень много... Мы поговорим, что он майнил сейчас, чуть позже. Намайнил очень много биткоинов. И у него так было много, что он предложил за 10 тысяч биткоинов купить пиццу. Он написал это в хорринге. Кто у нее купит пиццу за 10 тысяч биткоинов, тому, значит, я ее перечислил. Один паренек из Лондона согласился, тоже был гиком, он позвонил в Штаты, заказал пиццу, мы привезли пиццу из Лондона, и Васл Ханч перевел 10 тысяч биткоинов. Вы можете себе представить, в лучшие моменты биткоин стоил 20 тысяч, а он стоит 9 680. Сегодня я смотрел, да? Долларов. Значит, соответственно, в лучшие времена он купил пиццу за 200 миллионов долларов. Ну, так, на минуточку. Главное время знать, когда и что покупать. В 2011 году биткоин торгуется на бирже. В 2013 году первый банкомат на биткоине появляется. В ноябре 2013-го идет резкий рост курса. Сейчас курс, вы знаете, было падение. Сначала был тузу-мун до 20 тысяч, сейчас было падение до 60 тысяч, курс биткоина, и на сегодняшнюю дату 9 680. Немножко о Сатуши-Дакамото. Пытались найти этого человека, кто он такой, у каждого есть свое мнение по этому поводу. Я слушал очень много историй, что это спецслужбы придумали эту технологию, что вообще это все придумано не зря. Вот. Ну, пытались найти, начали такого человека, как Дориан Сатуши-Накамото. Вот это как раз его спросили, биткоин, а что это такое? Это его лицо. Крэй Крэйн, он профессор австралийского университета, он математик, программист, экономист, криптограф. Он реально мог создать. Но! Он даже сказал, что он является Сатуши-Накамото, но на самом деле его попросили подтвердить это, называть правилитки частный ключ через сблока, и он не смог это сделать. А вот Леарсон, например, считает, что это не Ксабо. Почему так считаешь? Ну, да, есть разные гипотезы, в общем, байки, в общем, никто не знает, но по всей видимости эта группа людей, которые создавали, работали довольно долгое время, там была разработка Bitgold, значит, не путать с тем, которые есть сейчас, Bitgold уже нету того, и там, по всей видимости, участвовал Никсабо. Он это отрицает, но по анализу его текстов и так далее, в общем, вычислили, что он там в этой группе тоже присутствовал, но, в принципе, это не доказательство, поэтому... это твое предположение. Но, скорее всего, это группа людей, которые создали эту технологию, потому что мы будем говорить, когда мы говорим о Сатоши Накамото, о неком человеке, за которым, вполне возможно, стоят несколько людей, и они конкретно создали эту технологию. Вот какие стояли вопросы перед Сатоши Накамото, я сейчас перечислю, а потом мы поговорим. Первая задача византийский генерал. Мы разберем, что это такое. Как создать распределенную и децентрализованную сеть? Как за мотивировать участников сети поддерживать ее, формировать и подтверждать блоки с транзакцией? Как прийти к консенсусу? Как передавать большие объемы информации? Как надежно зашифровать транзакции? И все это должно быть в экономическом облачении. Вот небольшой пример, понять проблему. У нас есть яблоко в этом мире, в этом материальном мире. Вот он, яблоко. Я ему передаю Ярославу. Все, произошла некая транзакция. Я передал яблоко Ярославу. У меня не осталось яблока. У него появилось. В этом мире материальном. Все понятно. А вот есть цифровое яблоко. Вот как его передать? Как вы думаете? Как его мне передать Ярославу? Ну, есть какие там люди? Отправить по почте. Правильно, отправить по почте. Но, если мы говорим, например, условия, что оно должно быть одно, мы, конечно, подразумеваем под яблоком например, те же земли. То есть четкое ограниченное количество чего-то. То, естественно, мы не можем это никак прогарантировать. Потому что я размножу это яблоко и положу на хранилище и так далее, и так далее. То есть в цифровом мире немножко другие законы. И немножко серьезно другие законы. Поэтому и вот человечество после изобретения интернета интернет что нам дал? Он дал нам коммуникацию прямую. То есть друг с другом. А вот передавать ценности стало сложнее через интернет. Потому что первое, это может тиражироваться в больших количествах. И второе, естественно, когда я передаю некую ценность Ярославу ее могут перехватить злые и хорошие и хорятые. Так вот, блокчейн решает эту проблему. И первое, что, например, решает это задача византийских генералов. Сейчас я вам поясню. Это известная математическая задача, которую ставили еще в 70-х годах. Заключалась она в том, что она была основана на исторических аналогах, но она является математической. Я сейчас не буду ее решать, а я лишь поясню, в чем смысл и суть и почему это важно для блокчейна. Византия в упадке, это исторические факты, но тем не менее она сражается. Вот это войска Византии, подразделение, во главе с генералами. Вот главнокомандующие, а это противник. Да? А это противник. Значит, задача византийская это захватить лагерь неприятия. Но есть одно условие, так как Византия в упадке, то многие, ну, некоторые генералы могут быть предателями. А вымысленно, вот когда рассказывают о задаче, проецируйте это на сеть компьютеров. Так, носить минуточку, это не просто исторический ракурс. Так вот, самое основное, что предателем может быть главнокомандующий. Значит, задача какая у Византии стоит? Захватить неприятельскую крепость. Есть три варианта решения этой проблемы. Все атакуют одновременно, захватывают противника. это самый лучший вариант. Второй вариант, это все отступают. Это промежуточный вариант, который сохраняет армию, но не решает задачу. И самый плохой вариант. Одна часть генералов атакует, другая отступает. Тогда противник в виде разброса и шатания атакует и разбивает изантийскую армию. Так чтобы решить эту задачу, а задача в чем? Как победить? Нужно устранить самую точку отказа, так называемую. Если здесь у нас какие-то генералы будут предателями и будут дезинформировать других, это не столь повлияет на результат, но если у нас централизованное командование, главнокомандующий будет предателем, у нас нет шансов. И первая задача, которая решалась при создании блокчейна, это децентрализация. Вот между прочим эта вещь, которая меня очень поразила, потому что наш мир так не устроен. Он устроен, есть командир, есть начальник, я дурак, я начальник, ты дурак. Вот как-то так устроено. Но здесь блокчейн говорит, нам не нужно централизация, не нужно центрального управления. Нужен обмен информацией между подразделениями с помощью листовых, например, и убираем уголнокомандующего. Звучит странно, но тем не менее, это решает эту проблему. То первое, что должно решаться, это децентрализация задачи византийских генералов. Далее, что нужно? Нам нужна сеть. Как ее создать? Для этого решение есть, и оно было на рынке, оно называется торрент ну, пир-то-пир сеть. Однорамгливая, сеть организованная, мы ее знаем по торренту, равный к равному. То есть это компьютерная сеть, которая основана на направив часть. Если сейчас вы работали в режиме клиент-сервер, вы знаете, да, с компьютера вы заходите на сайт, сайт находится на неком хостинге на сервере, вот здесь, и с разным компьютером вы заходите. это централизованная модель, а децентрализованная это когда каждый из компьютеров может быть в любой момент либо сервером, либо клиентом. Второй момент, мы говорили о том, что мы не можем передать сервер, потому что его могут перехватить цифровое, надо зашифровать. И здесь очень важную роль играет криптография. Когда мы будем говорить на курсе об этом, мы более подробно будем говорить о шифровании. Почему мы говорим крипто? Крипто это шифрование. Два слова я хочу сказать, что важную роль играет хеширование. Что такое хеширование? Это преобразование массива входных данных произвольной длины в битовую строку фиксированной длины. Чтобы понять, мы можем с вами представить роман Льва Николаевича Толстого «Война и мир» в виде вот такой записи. Представьте себе, четыре тома толстенных. Мы можем представить в виде вот такой записи. Для чего это нужно? Нам нужно это записывать. Помните, да? Книга у нас, в луче, в лоб можно записать. И нам нельзя записывать весь, всю войну мир. Это невозможно. Мы можем записывать хеши, так называемые. Далее. У нас нет командира, у нас есть децентрализованная сеть, у нас есть отношения между участниками сети, а как, собственно, заставить, ну, или замотивировать людей собственно, создавать эту сеть. Ну, зачем я буду эту сеть создавать? в чем смысл? И вот здесь вот появляется очень важная вещь, которая называется майнинг. И майнинг это не для того, чтобы зарабатывать криптовалюту. Это так думают майнеры, может быть. и на курсе они вам так и будут рассказывать, что они деньги зарабатывают. А на самом деле идея Сатоши Накамото в том, чтобы эти люди пришли, создали сеть и формировали блоки. то есть мы даем им мотивацию в виде платы за созданный блок. Они создали блок, за это получите 12,5 биткоинов. Это сколько сейчас? Ну, пусть 10 тысяч. Это 125 тысяч долларов. Создали блок, получите 125 тысяч долларов. Нормально? Вот поэтому майниров так много. Сейчас не буду рассказывать детально, что такое из себя представляет процесс майнинга. Вы, кто захочет, узнаете это на курсе. Но, в общем-то, это перебор хешей и это в общем некоторая работа программного обеспечения. Самое главное еще, это все было создано раньше, до затушенной громады. Все эти кусочки блокчейна, с децентрализация, пилинговая сеть, майнинг. А вот не было решено, потому что в конце должен быть доказательство того, что действительно ваш блок создан вами после выполнения определенной работы. Поэтому основной заслугой Сатоши Накамото тем, что он придумал, является proof of work называется доказательство работы. То есть это возможно, когда сформирован блок, вам нужно его показать участникам сети, не всем, а шести участникам сети, которые должны подтвердить, что именно вы этот блок создали. Когда они дают добро, то вот этот блок, который сформирован с транзакциями, например, транзакциями, Бог перевел Алисе 5 биткоинов, то есть это транзакция банковская, вот за этот блок, он присоединяется к тысячам блоков. И поэтому данные невозможно изменить. перефразирую то, что я говорил ранее, на том, что есть сеть для того, чтобы передавать яблоки цифровые. То есть я передаю яблоко, все, у меня яблоко не стало. эта проблема решается через центральный механизм, либо через децентрализованный блокчейн. Других пока не найти. Для того, чтобы это работало в децентрализованном, нам необходим вот этот майнинг. Майнинг это когда сеть агентов свободных они обеспечивают работу сети за это получают вознаграждение. Если майнинга нету или форджинга разные механизмы это не блокчейн. Еще раз. Поэтому здесь про proof of work это по сути перебор решения математического алгоритма и следующее про proof of state. Да, прежде чем перейти proof of state я хочу сказать что майнинг это за принципы. И у нас будет на курсе отдельные преподаватели которые будут рассказывать как на этом заработать. Для этого вы слышали нужно приобретать оборудование для этого нужно делать фермы потому что сейчас заниматься майнингом как раньше майнить на одном компьютере сидя в подвале уже невозможно вы ничего не намайните намайните какие-нибудь сатоши а сатоши это 7 нулей перед единицей от биткоина но это копейки поэтому люди сбиваются в кучки в пулы так называемые и зарабатывают кстати у нас будут лекции практиков по майнингу одним из них должен быть Дмитрий Мариничев это наш омбудсмен по интернету и человек который собственно под майнинговый центр сейчас собрал 43 миллиона долларов на ICO будет очень интересно если вы будете участниками этого курса с ним поговорить как он пытается выстраивать технологию майнинга и каким образом он удалось собрать такое количество денег а теперь еще один консенсус есть кроме доказательства работы то есть нужно доказать соседним компьютером нодам что вы действительно сформировали этот блок правильно все записали только тогда его можно присоединить к цепочке блоков кроме этого доказательства есть у нас proof of stake блокчейн выполняет свою функцию он надежно записывает информацию вы этой информации можете доверять алгоритмы которые пока еще никому не удалось взломать понятно что там есть люди которые поддерживают эту сеть они на этом зарабатывают есть разные методы основных два собственно proof of work и proof of stake ну там можно дальше углубляться рассказывать что-то такое как-то в общем на этом можно зарабатывать да вот эта простая вещь которая с помощью технических вещей о которых мы сейчас вам рассказали она меняет мир и это нужно понять она меняет государство потому что государство является посредником она которая иногда неэффективна мы об этом еще поговорим выполняем свои функции она меняет полностью всю структуру предпринимательской деятельности когда многие функции будут переданы смарт-контрактам а точки отказа вот эти точки централизованной отказа о которых мы говорили они будут меняться на программы если проще вообще все убрать и сказать что делают блокчейн блокчейн убирает посредников в виде людей и ставит там программы почему нас убирают потому что мы слабы мы не можем выполнять иногда наши функции мы берем взятки мы не выполняем то что должны были делать мы неэффективны и в тех местах где мы неэффективны нас меняем на программу что такое смарт-контракт вокруг ходит много чего заменит нотариус это скрипт то есть это программный код который выполняется почему тогда так много вокруг шумихи вокруг смарт-контракта потому что он выполняется без центрального компьютера понимаете нет то есть вы написали программу отправили в сеть она по-любому будет выполнена хотите вы не хотите хочет государство не хочет она будет выполнена вот в этом как раз состоит интерес о том что с помощью таких вот смарт-контрактов можно создавать бизнес-процессы государственные процессы в общем много чего автоматизировать которое будет в любом случае работать даже там при условии ядерного то есть убираются точки отказа система становится надежной издержки падают ну вот собственно выглядит как смарт-контракт и когда я разговариваю с юристами и говорю что вот этот контракт они немножко в шоке то есть наверное профессия юриста она немножко изменится вот стена плача индустрии применения технологий блокчейн сейчас мы не будем вдаваться подробностей я сейчас быстренько ее немножко покажу это и социальные сети и анти-контрафакт цифровая идентификация я сейчас называю конкретные проекты которые уже сделаны которые уже существуют и работают успешно много кстати проектов имеют российские корни если говорить о том что мы гордимся балетом и космосом но на самом деле позиции россии в мире блокчейне очень тоже серьезные это и Путерин который тоже является одним из главнейших фигур в крипто сообществе это и Александр Иванов это платформа ВС у нас будут выступать представители российской платформы которые расскажут непосредственно о ней естественно эта платформа начиналась у нас зарождалась россиянами но теперь это международная платформа в лучшие времена с капитализацией миллиард миллиард триста миллионов долларов сейчас упала в связи с падением биткоина есть много разных определений что такое цифровая экономика постоянно споры происходят там собственно обсуждения там с разных декретом где-то пишут законодательство в общем определение такое вот Википедия это экономическая деятельность основана на цифровой технологии да у нас сейчас вся деятельность вроде как на компьютерах на мой взгляд очень хорошее определение вот это все говорит о том что есть существующая экономика то есть производственные процессы распределения и некое новое на основе там с использованием новых технологий вот это важно пример значит блокчейн как таковым возьмем там слово блокчейн хотя там еще ряд технологий которые за ним тянутся они как раз и дают некий скачок перехода от грубо говоря старой экономики к некой новой экономике которая позволяет сокращать издержки и увеличивать доходность соответственно кто применяет эти новые технологии у них повышается резко конкретная способность кто переходит цифровую экономику тот остается кто не переходит он уходит почему так много говорят про блокчейн правители потому что это про власть меняется институт собственности меняется институт власти раньше для того чтобы нам принять какое-то решение нам нужен был центральный глава политик госчиновник сейчас не нужен а как же легальность легальность легитимность определяется договоренностью аля консенсусом когда мы договариваемся вдвоем мы вольны это делать по праву своего рождения но когда нам говорят о том что нет вы не можете между нами встает третий человек в виде госчиновника это нарушение прав на самом деле цифровые платформы это неотъемлемая часть цифровой экономики это надо понимать это новый вид бизнеса фактически который нацелен на информацию еще раз есть экономические процессы производства зерна оно было оно будет но на основе новых технологий эти процессы можно делать качественно более выгодным способом надо понимать что сейчас очень много разговоров потому что государства государственные чиновники они понимают что они становятся ну как бы лишними а что с этим делать они сопротивляются да но то ли возглавить то ли запретить сейчас так в таком случае еще во всем мире я всем рекомендую всегда в своих бизнес-процессах закладывать часть которая будет напрямую нести выгоду тем кто может вас очень умное решение короче налоги ничего пока не зарегулировано да и есть возможность мы вспоминаем что когда-то именно на таких возможностях люди могли зарабатывать вам нужно разобраться то есть разобраться что это такое что такое цифровая экономика что такое блокчейн что он в себе несет для этого существует этот курс и как главное на них можно заработать что такое что такое Продолжение следует...